Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Натрон – самое странное озеро в мире. Климатический обзор за неделю. Пример доброты и человечности от офицера Аниру Тамали. Спасение семьи на пляже Флориды. Озеро Натрон площадью 1,3 тысяч квадратных километров и глубиной до трех метров, расположенная на границе Танзании и Кении, одно из загадочных мест на нашей планете. Оно является частью вулканической зоны Восточно-Африканской рифтовой долины. Вблизи озера расположен стратовулкан Олдаиньо-Ленгай, в состав лавы которого входит карбонат натрия. Название Натрон переводится как «красное». Озеро наполняется горячими подземными минеральными источниками, а также дождями, которые смывают с вулкана выделяемые им вещества в озеро. Температура воды в нем периодически достигает 50-60 градусов по Цельсию, а водородный показатель pH колеблется от 9 до 10,5. Воды озера токсичны. В период засухи концентрация солей сильно повышается, а при сильном испарении воды на поверхности озера образуется корка щелочной соли, в которой активизируются цианобактерии, способные жить в таких экстремальных условиях. Вследствие их жизнедеятельности цвет воды меняется от оранжевого на мелководье до розового и бордового на глубине. Невзирая на непригодные для жизни условия, озеро стало местом размножения для малых фламинго, некоторых видов водорослей и рыб. Благодаря ядовитой среде хищники обходят озеро стороной. Фламинго использует образовавшуюся корку соли в момент испарения и строят на ней гнезда. Популяция фламинго на озере может составлять несколько миллионов особей. В их рацион входят сине-зеленые водоросли, содержащие бета-каротин, придающий перьям ярко-розовую окраску. Для человека соприкосновение с водой в озере грозит ожогами и вздутием кожи. Если же в воды озера попадают животные или птицы, они сразу же погибают, а их остатки затвердевают. Эту особенность озера показал фотограф Ник Бранд, запечатлев окаменелости птиц и летучих мышей. В природе всё фрактально. Внешний мир — отражение внутреннего. Соприкасаясь с ядовитыми водами сознания, соблазняясь их иллюзорностью, погружаясь в них, мы затвердеваем и превращаемся в окаменелости. Но благодаря Божественной частице — Душе, мы способны, изменив свою животную природу, стать живыми. Людьми с большой буквы. 19 августа. Япония. В префектуре Гифа на трассу сошёл солевой поток. Пострадало 6 человек. Италия. В регионе Венето выпал град размером с куриное яйцо. Россия. Огонь охватил 4,8 тысяч гектаров леса в Усть-Донецком районе Ростовской области. Город Волжский, Волгоградской области, накрыло песчаные борьбы. Бразилия. Крупный град выпал в муниципалитете Кандиду-Гадой. В штате Рио-Гранди-ду-Сул. США. На город Мелвин, в штате Айова, обрушился торнадо. В штате Орегон пожары охватили 40 гектаров леса. Австрия. Сильный шторм со скоростью ветра 35 метров в секунду обрушился на Верхнюю Австрию. Пострадало 120 человек. 150 тысяч домов были обесточены. Китай. На город Чжанцян, провинции Гуанду, обрушилось два торнадо. Повреждены 20 гектаров банановых деревьев и 40 гектаров сахарного тростника. В течение дня на планете было зафиксировано 311 землетрясений. Из них 48 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,5. 20 августа. Россия. Улицы города Красноярск были потоплены в результате длительного ливня. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Бангладеш. В результате продолжительных наводнений пострадало свыше 6 миллионов человек. Повреждено 280 дамп, 123 моста и 2,8 тысяч километров дорог. Индия. Штаты Бихар и Ассам продолжают страдать от наводнений, вызванных муссонными дождями. В зону затоплений попало 12 миллионов человек. За прошедшую неделю пострадало более 400 человек. Разрушено 19 тысяч домов. Судан. Страна пострадала от наводнений. Рекордно поднялся уровень рек. Повреждено или разрушено более тысячи домов. В течение дня на планете было зафиксировано 304 землетрясения. Из них 35 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 21 августа. Россия. На территории Ромнинского района Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями. Гвинея. В городе Конакри сошел селевой поток. Украина. Огонь охватил леса в Днепровской, Луганской и Николаевской областях. Пакистан. От наводнения, вызванного проливными дождями, пострадал город Карачи. Эвакуированы жители из 340 домов. США. Штаты Миссури и Канзас пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. Венесуэла. В муниципалитете Херардот сошел селевой поток. Китай. На уезд Нэньцзян, городского округа Хэйхэ, в провинции Хэйлуззян, обрушился торнадо. Повреждены 10 зданий и автомобили. Италия. От землетрясений на острове Иския магнитудой 4,3 и последующих афтершоков были повреждены здания в нескольких населенных пунктах. Пострадало 40 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 299 землетрясений, из них 67 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. Примеры проявления доброты и человечности. В июне 2017 года в Бангкоке в полицейский участок ворвался мужчина с ножом. Вместо того, чтобы применить силу, офицер Анирут Мали заговорил с ним с пониманием и добротой. Опустив руки, мужчина отдал свое оружие. Полицейский подошел к нарушителю и обнял его. Как выяснилось, этот мужчина, бывший музыкант, оказался на грани нервного срыва из-за того, что на работе не выплачивали зарплату и вдобавок украли любимую гитару. Офицер Анирут Мали угостил его ужином и подарил новую гитару. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей из Конной Шамбалы», все решается гораздо проще – миром. А огрызаться и кулаками махать любой дурак может. Не нужно сразу поддаваться своим животным инстинктам. Гораздо важнее в любой ситуации оставаться человеком, понять, почему и чем вызвана именно эта агрессия и как правильно разрешить спор так, чтобы обрести нового друга, а не нажить себе врага. Уважаемые зрители, присылайте, пожалуйста, нам примеры доброты и человечности, с какими вы сталкиваетесь в вашей жизни, на почту info.sobakageocenter.info с пометкой «Для климат-контроля». 22 августа. Китай. От обельных дождей в последние 12 дней в провинции Хунань пострадало более 750 тысяч человек. Повреждены свыше 1,1 тысяч построек. Эвакуированы 88,5 тысяч человек. Украина. Город Днепр пострадал от штормового ветра. Филиппины. В провинции Замбуанга-Сибугай сошел оползень. Россия. В Волгоградской области от огня, начавшегося 21 августа, пострадало 15 тысяч гектаров степи. В Мизенском районе Архангельской области и в поселке Уек в Усть-Цилемском районе Коми выпал крупный град. Турция. В городе Куруджашили образовался паводок. Уганда. В районе Элегу река Уняма вышла из берегов, затопив прилегающие территории. Пострадали 3 тысячи человек. 2 тысячи человек были эвакуированы. Повреждены мосты и здания. Грузия. В Боржомском ущелье возник пожар. В течение дня на планете было зафиксировано 366 землетрясений. Из них 51 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 23 августа. Швейцария. На юго-востоке страны, в районе поселка Банду, сошел оползень. Несколько сот человек были эвакуированы. Северная Ирландия. От наводнений пострадали северо-западные районы. В графстве Лондон-Дерри возник паводок. Россия. В Псковской области от сильных дождей пострадали 5 районов. В поселке Камышевка в Липецкой области прошел смерч. В городе Волгоград прошел шторм. Обильные дожди прошли в городе Москва и Московской области. Местами уровень затопления достигал 30 сантиметров. Чили. Сильный шторм обрушился на остров Чилуэ. Китай. Тайфун Хата достиг южной части страны. Были эвакуированы тысячи жителей. Гонконгская обсерватория объявила выше десятый уровень штормовой опасности. Это самый сильный тайфун за последние 50 лет. Пострадало более 178 тысяч человек. Эвакуировано 7,8 тысяч. Канада. По городу Лашу, в провинции Квебек, пронеслось торнадо. Повреждено более 300 зданий. В течение дня на планете было зафиксировано 308 землетрясений. Из них 41 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. 24 августа. Россия. В городе Томск прошел сильный дождь с градом. Улицы были подтоплены. Повалены деревья и линии электропередач. В городе Норильск выпал снег. В городе Санкт-Петербург за 15 часов выпала половина месячной нормы осадков. Местами уровень подтопления достигал 40 сантиметров. Наиболее обильные дожди прошли на юге Ленинградской области. В течение дня на планете было зафиксировано 298 землетрясений. Из них 38 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,1. Тебя обидел человек, а ты возьми и сделай ему добро. Подари ему тепло и ласку своей душой. И узелок-то развяжется. Якорек спадет с твоего сердца. После этого тебе станет и жить, и дышать легче. Через такие победы любовью в местах твоего поражения. Сердце шаг за шагом. Победа за победой. Будет обретать чистоту. Михаил Юрьевич Лермонтов. 25 августа. США. Ураган Харви достиг восточной части страны. Из прибрежных округов штата Техас началась эвакуация населения. В 30 округах введен режим стихийного бедствия. Канада. В провинции Британская Колумбия продолжаются лесные пожары, начавшиеся в июне 2017 года. В течение дня на планете было зафиксировано 290 землетрясений. Из них 36 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,1. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 769 землетрясений в радиусе до 20 км от действующих вулканов. И на глубине, не превышающей 20 км. Наиболее активными оказались вулкан Акерлар, Турция, который еще не извергался за всю наблюдаемую историю. А также вулкан Бринстейнс-Фьодель, Исландия, который в последний раз извергался 700 лет назад. В течение недели произошло 89 землетрясений в 30 км от кальдеры Йеллоустоуна с максимальной магнитудой 3,3. Всего за неделю более 99 тысяч человек стали климатическими беженцами. В 75-м выпуске «Климат-контроль» мы рассказывали историю спасения 13-летней девочки во время шторма в поселке Уреки в Грузии, когда лишь совместные действия отдыхающих спасли не только ее, но и попавших в водяную ловушку спасателей. Схожий пример единения людей произошел на одном из пляжей Флориды в июле 2017 года. Отдыхая с семьей на пляже, Роберта Урсури заметила, что течение все дальше стало относить ее сыновей, не давая им выбраться на берег. Она бросилась на помощь, а за ней еще шесть членов семьи. Но сильные волны не позволили им также выбраться на берег. На пляже не было спасателей, способных помочь. Увидев это, супруги Симмонс подняли тревогу. Вместе они организовали цепочку из 80 человек, некоторые из которых даже не умели плавать. Живая цепь растянулась на 100 метров. Семья была спасена. Живые цепочки взаимопомощи и поддержки важны не только на пляже, но и в будничной жизни. Именно люди, сплоченные узами доброты и любви, способны построить созидательное общество, в котором стремится жить каждый из нас. Как говорится в книге Анастасии Новых, «Сенсей Исконный Шамбалы», «Хорошая мысль и хорошее дело порождает цепную реакцию добрых мыслей и добрых дел». Объединение людей — залог выживания человечества. О новых технологиях, неизвестных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале АЛЛАТРА НАУКА «Дыхание жизни. Научные разработки. Новые технологии». Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в духе рождает единство в мире». О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradificescience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.